добрый день всем любителям дартс вас приветствует анкл сэм и сегодня мы вновь дорогие друзья отправляемся в новоуральск клуб лабиринт что является у нас базой новоуральской дартс лиги чтобы стать свидетелями очередного противостояния в рамках турнира крикет сезон 2024 года и сегодня понаблюдаем за эпичнейшим противостоянием битва титанов не побоюсь этого слова лидеры гонки текущего сезона алексей кощеев против андрея родионова витя даже у нас в одинаковой одежде показать даже не понятно кто из них главней но сегодня будем выяснять конечно же это и тот и другой у нас и алексей и андрей являлись уже победителями в рамках отборочных туров если алексей это был давным-давно можно сказать по текущим меркам самым первым отборочном туре то андрею удалось взять первое место и уже прошлом третьем что дмитрий прохоркин судья этого поединка дает отмашку в начале этого матча и алексей у нас будет приступать к процессу выполнения упражнения первым сразу же с утра и я начинаю от каще и дорогие друзья тут же стоит вас ознакомить с правилами конечно же для тех из вас еще не знакомы с правилами турнира крикет задачка достаточно простая слева в нижнем углу экрана вы видите сектора обозначены с 20 по 15 и вот задача каждого игрока в каждом же секторе попасть минимум три попадания как только они это сделают это значит что сектор закрыт и такой зелененький значок перечеркнутый с окружностью говорит о том что все дела сделаны в этом секторе как значит победа в лаги данному турнире крикет в рамках на буральской дартс лиги у нас правила слегка упрощенные нам не нужно будет закрываться через центр мишени бул и играем и без набора очков такие вот скоротичные быстрые поединки что в принципе обусловлено у нас малым временем проведения соревнований все-таки турнир походят в рабочее время в рабочие дни в рабочие дни конечно же в рабочее время и как только у нас быстренько все дела ребята завершают мы расходимся по домам вот так вот как только победа в лаги одержана в рамках всего матча задачу игроков одержать две победы тогда будет вы являться будете победителем давайте возвращаться в наш матч пока что у радионова уже появляется небольшой перевес 3 сектора закрыты и в принципе достаточно ему трех дротиков чтобы разделаться со своим соперником уже в первом лаги достаточно лишь попадать по утроениям еще пытался алексей справиться с двадцаткой безуспешно один улетел в молоко с 15 решает принимает решение вернее радионов и не получается тоже вы посмотрите такая вроде бы казалось бы простая задача до попасть дротиком в сектор ведь когда мы играем в игру 501 все обычно справляются очень легко вот как только дело доходит до упражнения крикет тут начинается какая-то свистопляска непонятная вроде бы такой большой сектор и не получается как у кащеева вновь попасть и тут же внезапно пролетает три попадания закрывает он 16 но все равно как минимум еще три дротикой они у него будет чтобы закрыть закрыть все позиции родионов вновь не попадает в 18 андрей дает шансы кащееву пусть и призрачный но тем не менее это нужно 18 это точно попадать утроения 15 решает чтобы надежно да ну что интрига если кащеев утро и не попадает то лайк будет нет рядышком посмотрите-ка по краю пропасть сейчас прошел радионов и посмотрим выживет он или нет у него задачка попроще один дротик 16 2 18 не нужно никаких утроений соответственно рисковать напрасно родионов не должен поближе к удвоению видите надежно играет андрей и лэк не на своем начале вас замечу дорогие друзья уже почему да кто первый начинает у того игрока есть небольшое преимущество потому что три дротика у него как на три дротика больше чем у его соперника ну что вы теперь этот лэк и родионов будет начинать первым перу андрея есть перевес но 1 этих тут же улетает молоко начинает он транжирить хотя нет видите третьим исправляется сразу с утроения бросил три дротика закрыта 4 позиции по секторам у кащеева теперь непростая задача есть утроение но совершенно не в том секторе два дрочка улетает молоко чудовищная конечно просадка сейчас по попаданиям у алексея родиона закрывая 20 андрей снова пуп тропеть вы посмотрите фантастические просто результаты счет показывает андрей чудовищная мотивация на то чтобы одержать победу еще раз какие-то ровно турнир назад который проходил у вас неделю неделю тому назад родионов еще одно утроение вы посмотрите на сколько меток просто этот игрок я не знаю чего нужно сделать кащееву сейчас чтобы хоть как-то нейтрализовать своего визави нет не получает вы посмотрите сплошные промахи даже по шестовскому сектору 0 фиксирует у нас судья дмитрий прохоркин и у родионова достаточно справиться с восемнадцатым и шестнадцатым чтобы одержать победу еще одну в рамках турнира крикет этого сезона остается всего лишь три дротика у родионов и каще уже ничего не светит в этом логике каких-то чудовищных промахов не будет совершать родионов что в принципе маловероятно учитывая какого класса игроки у нас собрались в решающем матче этого вечера так что-то у нас долго фиксирует судья но тем не менее надежно зато без всяких ошибок три попадания из первой же попытки вы посмотрите сплошь по сплошным утроениям действовал от родионов во втором леге ну тут конечно безоговорочная победа кладет просто на лопатки в чистую своего соперника не поздравляет организатор у нас дмитрий горбунов андрея родиона и вручаю заслуженные 500 рублей напомню что у нас в каждом отборочном туре победитель получает именно эти призовые чтобы и дальше быть мотивированным побеждать побеждать и побеждать но финальном финальном игровом вечере у нас будут играть 16 игроков 7 из которых уже будут удостоены денежных призовых наград ну и очередное фото на обложку но мы с вами дорогие друзья увидимся ровно через неделю где у нас в рамках пятого отбора заключительного будут сражаться вновь двое лучших из лучших кто же это будет скоро узнаем на сегодня все адьос